всем привет вот наступил сентябрь в котором нам начали раздавать ассетики первым у нас flex table combat system в общем штука интересненькая можно сразу посмотреть давайте запустимся так это где я уже потерял так с map здесь в общем на нас нападает противник мы можем отбиваться вручную может быть как-то можно еще и мечом но я так и не нашел уклоняться в общем ну жесть да он просто колбасит можно crouch использовать ну давай догони меня в общем вот такой вот здесь персонаж и ходит с такими системами так но здесь я что-то так и не заметил да он подбирает оружие и так далее но пользоваться руками и не описывается что здесь вообще делается до матч тест все пусто в общем здесь смотреть больше нечего принципе да вот тот и аи противника можно его поглядеть и посмотреть какая у него здесь структура и какие-то определенные функции можно взглянуть так ну давайте map запустим здесь а вот она как раз таки рабочие но не совсем и блокировки так типа было slow motion я тут не заметил типа level up который почему-то не работает здесь у нас сохранение и и здесь как раз таки тот самый противник прозрачная невидимая стенка через которая кстати он нас может не увидеть ну и у него есть траектория хождения второе это у нас city environment мегапак да реально мегапак потому что все это весело порядка 17 гигабайт вот это японская карта она прям жесть как здесь фризит ее но когда запускаешь и вроде бы более-менее но относительно в общем 30 fps при видеокарте 1070 это это жесть особенно когда поворачиваешь ну а если наверх смотреть но видимо вот эти эффекты давят в общем здесь вот такие вот здания вывески все на японском дороге декали пошло торможение надеюсь у вас там более-менее будет до 5 fps падается в общем это только на этой карте это якогама давайте посмотрим middle east это у нас вторая карта не помню это чей флаг турция наверно да или скорее всего в общем здесь вот такие вот лачуги то же самые декали кучина наставлено да вот это потеки допустим те же самые те же самые эффекты что мы видели там точечки трубы дома но принципе по стандарту эффект с буму и так далее трава но принципе нормально на такой минимальный проект пойдет но здесь тоже немножко под фризит до 40 fps падает типа водяные поверхности кстати сделано материалом вот этим давайте отменим посмотрим на это просто асфальтированная дорога и сверху добавляется plane да походу да скорее всего да видимо поверх добавляется plane с данной текстурой так следующее у нас это фавелла она идентична данной ну то есть точнее не идентична домики очень похожи как будто бы все переделано просто в других цветах немножко те были более песчаные каменные и так далее здесь уже как будто такие же камни но покрашенные это а а что японская полиция не знаю видимо скорее всего фавелла в японии выглядит так тоже сотни тысяч декалей различные различные граффити модельки отдельные там дорог бордюров стенок короче можно из этих элементов много что поставить это у нас белые ну даже так заморочились чтобы не красить они просто накинули деколь в домах ничего нет они пустые ну и дверей тоже нет кстати это чисто задний фон хотя нет дверь есть она да но я предполагаю что она возможно ее можно сделать открывающейся это надо вскрывать видите это все у нас забилдена в группу да но двери можно сделать открывающимися в принципе нормально в общем есть что посмотреть это это что это мост но очень похож на там где поезда ездит воздушные да такие пути третье это динамик volumetric sky чисто такая топовая тема но тоже жрет fps если как-то ее некорректно настроить давайте посмотрим как она выглядит что здесь можно настроить я чисто так быстренько пробегусь по настройкам в общем вот такая вот локация да солнце светит прям сверху здесь настройка как динамик volumetric sky вот сейчас я fps как бы не убираю до сих пор здесь можно добавить какие-то sunlight moonlight sky moon skylight точнее извиняюсь хэйфок и так далее здесь делается определенные настройки позиций временной части то есть то есть видите да вот сейчас появилась луна это у нас давайте повыше поднимем и уберем облака немножко точнее время передвинем вот типа у нас появилась луна правда большая как и солнце если что так мы выкрутим в обратную сторону так ух ты солнечная часть данном случае солнышко маленькое ну или кажется что оно маленькое на самом деле большое потому что там здесь настраивается время то есть солнце двигается по времени вот сейчас 9 часов допустим а это стартовое время это время движения вы можете посмотреть как двигается облака давайте поставим ее на двоечку так нет установим в районе 7 ну да более-менее хотя бы какие-то движения здесь у нас секунды минуты часы дни определенные месяцы и в общем можно много что настроить 2056 год и некоторые вот кстати нельзя подвинуть здесь надо чисто чисто забивать это у нас какие-то действия являющие на солнце видимо дали далее у нас есть типа значение неба вот чистое да далее у нас идет небольшие облака это более такие объемистые облака оверкаст вот такая вот облачность затеняющая фоги с туманом далее у нас rain вот такой вот дождик но то же самое что и фоги было но только с дождем и snow это у нас такая зимняя погода в общем если мы это все будем ставить допустим да вот выставим вот такую часть здесь происходит всякие настройки на каждое это действие а тут надо смотреть температуру какие-то позиции определенные скорость ветра здесь у нас на дождь если мы дождливую погоду поставим соответственно здесь можно будет регулировать так же по снегу здесь у нас по качеству какие-то элементы да можно взглянуть сколько 50 примерно вот это кстати ветер бушует потому что я его выкрутил так это у нас прям опции на именно облака видимо какие-то затенения и так далее могут возникнуть вот они тоже очень жутко съедают нам фпс здесь какие-то сглаживания облаков определенные это тайлинг здесь имеются лоды в общем здесь можно крутить и крутить главное ловить количество фпс здесь изменение цвета у нас тоже влияет на облака они видимо смещаются в определенных здесь надо переводить кучу значения мне как не знающему английские так что так же настройка облаков настройка солнца сейчас я конечно не завечу его дальше настройка тумана можно прям выкрутить и у нас вот появится туман в определенной высоте там допустим волюметр sky тоже настраивается но в данном случае у нас работает пока на верхней часть то есть мы это не заметим и ночную 2d sky как раз на луну на блум и так далее действие всяких в общем крутить вертеть прям очень много так что этот ассетик топовый продолжим перейдем к следующему скану лапс интерьер волюм ван это у нас такая сканированные это модельки тоже взглянем быстренько но там к коллизии походить по ним не получится в общем быстренько вот здесь пролетим за окном деревья не особо высокополигональные да то есть вот эта вот вся ветка является точнее не вся ветка ветка является самым деревом а вот эти листья они плейнами здесь покрыты вот так вот чуть-чуть изгибающимися текстура травы и задняя округлая часть вот такая полудуга типа деревья стоят здесь у нас получается куча книг кстати книги все разделенные в данном случае они просто выставлены на полку и скрепленные то есть каждая книга она отдельно здесь я не знаю сколько не посмотрел количество книг я думаю с десяток есть точно телевизор это что у нас типа смеющийся будда фонарь с лампочкой кстати прозрачный это у нас тумбочка скорее всего не разборная и диванчик состоящий из нескольких деталей ну и по сути все вот эта комната чисто для визуализации ну в принципе даже 70 фпс вполне достаточно хорошо проработанная модели ну и последняя бесплатная на целый месяц это у нас windmills и barnes штука такая себе но как чисто какие-то модельки тоже они идут разделенные здесь у нас есть night time есть дневное так скажем и ночное давайте ночное быстренько сбегаем в общем я даже собирался как-то покрутить это но что-то у него с пивотом не то в общем крутится не по оси либо здесь как-то неправильно выставлено лампы забор столик но фпс почему-то падает тоже непонятно то ли то ли из-за вот этого освещения то ли из-за количества полигонов прям здесь глобально каждая досочка видимо отдельно идет и либо она частью покрыта но здесь вот блочно она идет но все равно этот блок состоит из отдельных досок травка прям не очень и здание недостроенное и достроенное здание как относительно достроенное сток сена и все больше ничего здесь нету перейдем к дневной этой части это все то же самое только лишь до днем ну и задняя окружность так скажем сфера с проводами зачем-то вода снаружи кажется в принципе нормальной кстати если что можно забрать это чисто плейн точнее плейн с материалом ну и здесь все то же самое мельница в которую можно забежать и там пустота в общем ассет сделан был чисто для продажи максимум максимум недели это наверное это слишком я задрал в эту планку и вон косяки какие-то скатерти так и это то что у нас на месяц бесплатно раздается далее мы посмотрим получается так извиняюсь никто нажал далее мы посмотрим то что нам бесплатно раздают эпики уже вообще бесплатно это тоже такие вот модельки спортивного зала и спортивного инвентаря далее позы персонажей тоже видимо спортивные такие здесь я особо рассматривать не буду я просто вам пролистаю что вы в принципе сами можете сделать но так чисто для галочки это домовые видимо какие-то детальки backyard как написано задний двор DMC live link это у нас короче через live link записывает motion capture взаимодействие да очень интересно как-то надо все-таки iphone приобрести чисто для live link связи попробовать позаписывать анимации либо что-то что-то еще сделать там много всяких нюансов так speckle for unreal это для тех кто любит работать в таких программах как автокад компас 3d и так далее да ну возможно компас 3d он не поддерживает но автокад сто процентов скетч хаб блендер ревит рахину короче ну вот это архина наверное я неправильно прочитал рину как-нибудь он читается в общем тоже для быстрого перевода через этот плагин for players 1sdk это чат голосовой который можно вот вот так вот видите видимо это какая-то граница где можно услышать данного человека в чате да ну в принципе вот для таких сверху игр наверное самое то будет вот видите да какая-то область персонаж попадает соответственно он слышит этого собеседника может початиться это как в игре VR-чат если это игра конечно следующее у нас гуид фиксер что такое я конечно не понял тут написано в общем исправление проблем с пустыми и комплектующими гуид материалами текстур не понимаю возможно она либо фиксит какие-то некорректные взаимодействия там ювишечки там еще что-то смуфинге всякие текстур и моделей но неизвестно в общем надо ставить и тестировать идет только на пятерку шейдер шейдер вайберли это у нас библиотека для так скажем библиотека шейдер в общем можно сделать здесь мастер материал из определенных да частей то есть вы можете сделать какую-то часть и использовать ее где вам необходимо и как я вижу здесь видимо несколько материалов прям в одном мега материале жесть несусветная engine sdk это у нас блокчейн подключение к engine такой сайтик есть где как он называется там utf или ufc забыл название в общем туда подключать и как в общем api для подключения к базе данных и всяким там частью сайта видимо здесь у нас стилизованный какой-то японский да азиатский японский взял азиатский стиль такие вот дома статуи помещения что здесь написано интересно но я не в курсе видимо здесь обучает шаолине и такая вот трава кстати которая где-то уже мелькала у нас очень 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 напоминает мне игру которая естественно вы наверное все видели и слышали так но в принципе блокинг да можно наштамповать какие-то своеобразные дома интересненько берите 100% где-нибудь когда-нибудь пригодится ну и последнее это у нас одно из самых топовых тоже ассетов это в общем плагин paper zed который кстати возможно я скоро буду использовать для некоторых видео по 2d игр короче это такая штука которая формирует анимграф как в обычной трехмерной игрушечки но с помощью вот этих спрайтов в общем крутая штука 100% обязательно взять забирайте 100% она вам когда-нибудь пригодится если надоест делать трехмерные модельки и воспользуйтесь этим а на этом все в общем смотрите используйте до скорой встречи всем пока чтобы посмотреть не это Продолжение следует...